На протяжении 10 лет Наталья Борисова активно борется за сохранение природы Самарского края, участвует в экологических акциях и собирает единомышленников, людей, которым не безразлична судьба планеты. Мы готовы работать на благо города и делать его чище, краше. И призываем всех, кто неравнодушен к экологии, принимать участие в различных мероприятиях, чтобы был чистым воздух, чистым вода, и мы все вместе жили в чистой стране. В День эколога Наталью, как и многих других активистов, наградили почетной грамотой губернатора Самарской области. В этом году фестиваль «Экологическая летопись Самарской губернии» провели впервые. Любой желающий смог прийти в Струковский сад и познакомиться с историей развития экологической деятельности в регионе. Для того, чтобы гостям фестиваля было интереснее просвещаться, придумали «Эко-квест». Он состоял из шести станций, на каждой из которых участники квеста выполняли задания на мастер-классах и получали наклейку с баллами. После прохождения всех станций гостям нужно было пройти QR-квест и заполнить бланк с вопросами. Это наша история, наша летопись. Люди должны это все знать, узнавать, чтобы не забывать и участвовать. Одна из станций была посвящена национальному проекту «Экология». На площадке показывали уникальную эколабораторию. Сейчас она работает в Тольятти, так как в городе много заводов и нужно следить за их работой. Машина со специальными датчиками ежедневно измеряет уровень загрязнения воздуха. Это нужно для того, чтобы стимулировать заводы снижать выбросы вредных веществ в воздух. У нас по регламенту, если днем, то мы в течение полутора часов должны уже на месте быть. То есть у нас вот жестко регламентируется. Потому что «Газеля», когда она протокол формирует, она прям пишет, когда, собственно, уже отбор начался. Для гостей фестиваля организовали также «Экомаркет», где представили ручные изделия из экологически чистых материалов и продуктов. Также каждый желающий мог поучаствовать в групповом занятии по йоге и послушать концерт Самарского духового оркестра. Сергей Кизоркин, Никита Колосов, Николай Епифанов. События.